Поздравим победителя конкурса обновления 1.5.16, им стал Сергей Голяк. А чтобы и тебе участвовать в конкурсе на 600 алмазов, просто подпишись на канал, поставь лайк видео, поделись им в социальных сетях и оставь комментарий от 5 и более слов. С победителем я свяжусь в комментариях лично. Мур, привет друг, это Зверько. Неугомонные разрабы сразу после обновления Next продолжают развивать изменения и добавили в игру нового героя Матильду. Но о ней позднее. Сразу хочу покаяться и извиниться. Гайд по хоку Франко не будет. Его исправили. Ранее из-за бага герои ловились легче, если кидать хок правее цели. А если левее, то порой крюк проходил сквозь цель. Теперь китбокс пофиксили и Франко цепляет корпус цели и плюс еще чуть в стороны. То есть как и должен. Помогли это проверить Вика и Трекстерина, за что им большое спасибо. И вот переходим к обновлению 1.5.18. 28 сентября выйдет облик на Пополя и Купу. Называется Дикое племя. Стойтен будет 599 алмазов. Не знаю как тебе, а мне скин нравится. Отличная парочка с Хильдой. Звездник октября. Будет облик на Сильвану. Непорочная героиня. Изменения героев. Иви. Герой на тестовом сервере. Сделали новую анимацию выбора и улучшили анимацию навыков. У пассивки убрали бесполезное ускорение. Первый навык усилили. А точнее, уменьшили базовый урон. 330-450. Будет 275-400. Магический бонус тоже уменьшили. Было 135%, будет 80%. Убрали эффект замедления. Возникает вопрос, как же его усилили. Разработчики дали двойной урон в центре навыка. Поэтому пользоваться им удобно и попадать двойным уроном совершенно не напряжно. Второй навык. Эффект замедления теперь увеличивается с 30% до 60%. Растет с количеством ударов. Ульта. На 20% увеличили размах звездного поля. Благодаря чему попадать по нужным героям будет легче. Увеличили задержку между нажатиями в одно поле. С 0,3 секунды до 0,4 секунды. То есть тапание будет медленнее наносить урон. Добавили эффект. Выбегая из звездного поля и проходя через его границу, враг будет оглушаться один раз на 0,8 секунды. И это хороший ап. Реворкнутый клинт. Пассивка. Увеличили расстояние для выстрела пассивкой на пол корпуса. Это довольно мало, почти не почувствуется. Первый навык. Базу урон повысили. Было 200-300, будет 260-410. Бонус физической атаки повысили. Было 60%, будет 80%. Уменьшили штраф при стрельбе в одну цель. Ранее уменьшался урон на 40%, теперь будет только на 25%. Второй навык. Убрали замедление в 2 секунды. Теперь будет обездвиживание на 1,2 секунды, что безусловно полезнее и логичнее. Ульта. Немного подняли базу урон. Был 280-380, будет 280-400. Добавили эффект замедления цели 25% на 1,2 секунды. Это позволит вносить больше урона в отступающего или приближающегося противника. Реворкнутый лапу-лапу. Тоже еще на тестовом. Оптимизировали по-человечески тройной удар в ульте. Ранее лапу-лапу еле поворачивался. Теперь он моментально разворачивается в нужном направлении. Люнокс. Ульта хаоса. Базовый урон взрыва после активации ульты теперь увеличивается с уровнем. Был 300 на всех уровнях. Теперь будет 250-450. А пока я запущу футажи с Матильдой. И расскажу про исправленные ошибки. Баг с крипами, которые после стенки игрока возвращались на респавн, был исправлен. Оптимизировали звук лесных монстров. Исправили халявный фарм Фрамиса, когда погибали ближайшие противники. Он получал награду за помощь. На халяву. Исправили баг, когда Вейл за ульту с контролем не получал призовые за помощь в убийстве вражеского героя. Исправили регенерацию маны и здоровья. И на этом все. Не забудь подписаться на канал и участвовать в конкурсе. Удачи, друг. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok